Эх, где бы найти 115 тысяч долларов на такую тачку? Божественная Тойота! И это решение просто поражает. Выглядит неплохо, мне нравится. Монстр от Тойоты, совершенно бешеный дефендер от Land Rover. Всем привет, вы на канале Motoroller, здесь мы смотрим американские тачки, которые дарят эмоции. В ноябре 23 года в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, это Соединенные Штаты Америки, проходило очень крупное мероприятие под названием Charlotte Auto Show. 4 дня, 20 брендов и 170 автомобилей. Все новинки от крупнейших автопроизводителей собрались под одной большой крышей. Это ли не рай для настоящего любителя автомобилей? Я сходил на это мероприятие, заснял для вас кучу видосов, и это мой отчет про эту тусовку Charlotte Auto Show. Погнали! Это было 30-е юбилейное мероприятие, то есть достаточно старая выставка, и проходила она в самом центре Шарлотты. Просто посмотрите, какой сейчас офигенный сезон, у нас такая осень, прям очень красиво. Мало кто знает про этот город, но он действительно хорош. Ну ладно, для этого можно снять прямо отдельный выпуск про этот город, а мы давайте вернемся обратно к автомобилям. Билеты были недорогие, 10 баксов, и выставка открывалась в 10 утра, и я, знаете, привык, что люди обычно подтягиваются к обеду, к послеобеду, а здесь удивительно, что к открытию прямо выстроилась такая большая очередь, и мне даже пришлось немножко в ней постоять. EV6, электромобиль от Kia, который можно все чаще и чаще встретить здесь на дорогах в Штатах. Это такой классический электромобиль, который больше похож на какой-то космолет. Футуристичный дизайн и много экспериментов со световой оптикой. Минималистичный дизайн салона, два цифровых экрана и ковши для фиксации водителя и пассажиров. А фиксация эта пригодится, потому что это заряженная GT-версия с полным приводом, 576 лошадиных сил и разгон до сотни за 3,5 секунды. Стоимость 63 тысячи долларов. Я сперва подумал, что этот Porsche без фар. Как это часто бывает. Но нет, они здесь просто классные. Выглядят так, как будто их уже вытащили. Новая Honda Servi 23 года, все чаще их начинаю видеть на дорогах в США. Офигенная машина, мне нравится у нас самих Servi, а это ее обновление, мне кажется, получилось очень классным. И я уверен, что эта машина рано или поздно попадет ко мне на обзор. И внутри она прям выглядит очень классно, очень достойно. И новая Honda Pilot, тоже 2023 года обновление. И я вам раскрою небольшой секрет. В ближайшее время эта машина должна появиться у меня на обзоре. Поэтому подписывайтесь и продолжайте следить за обновлениями. Совсем скоро я возьму эту тачку покататься. Когда я собирался на эту выставку, если честно, я думал, что там будут показаны машины, на которых мы будем кататься в 25, в 28, в 30 годах. То есть какие-то концепты, которые в производство еще не попали. Но по факту там таких машин совсем не было. То есть там просто все производители у нас в нашем городе собрались вместе под одной крышей и показали все свои машины, которые у них есть в 23 и в 24 году. Так что если ты хочешь купить машину, да, то очень удобно, можешь приехать на этот автосалон и посмотреть просто все машины, какие есть в наличии в Шарлотте. Но, хоть я и не увидел ни одного концепта, все равно было классно посмотреть на все эти машины вместе, посидеть внутри. И для меня это был еще такой, на самом деле, списочек машин для моих следующих обзоров. Машина, которая поразила меня больше всего, это электрический Ford F-150 Lightning. В этом пикапе сохранили классические формы стандартного Ford F-150, при этом добавили некоторые детали, чтобы было понятно, что это прежде всего электрический пикап. И это очень хорошо видно за счет световой оптики и передней решетки. Но до конца нельзя назвать это решеткой радиатора, потому что по факту это крышка багажника. Так как бензинового двигателя нет, то впереди получился просто гигантский багажник, куда можно складывать свои вещи. И это решение просто поражает. Салон у этого Lightning остался такой же брутальный и строгий, как это и должно быть в Ford F-150. При этом посередине добавился большой экран, который дает тебе понять, что ты сидишь в машине будущего. Цена за такой электрический пикап от Ford 54 тысячи долларов. Смотрите, как Ford фичерит вообще Maverick. Он здесь такой прямо единственный стоит на постаменте, что типа вот Ford Maverick. Ну, что сказать, классная тачка. Mustang в 2024 году получил такое обновление своей морды. Как будто бы он не сильно обновился, но все равно есть некоторые отличия. При этом он сохранил свой прежний стиль. Ну, внутри он все такой же простой, спартанский. При этом у него теперь, конечно же, по стандарту два цифровых экрана. В целом смотрится неплохо. А вот тачка, которую мы даже хотели покупать. Электрический Mustang Mach-E. Машина, которую кто-то любит, кто-то хейтит. Но как будто бы хейта вокруг нее больше, потому что это тоже Mustang. Хотя он не очень похож на классические Mustang, да еще и электрический. Но машина в целом интересная и достойная. Я надеюсь, когда-нибудь она ко мне попадет на обзор. И я вам покажу эту тачку. У нее здесь тоже такой большой экранчик. И вот здесь вот есть интересные такие камеры. Говорят, что эти камеры следят за водителем, чтобы когда ты едешь с автопилотом, ты можешь не держать руки на руле, а камеры будут автоматически на тебя смотреть, что ты следишь за дорогой. И поэтому ты руль можешь полностью отпустить. Прикольная задумка. И вот еще одна офигенная тачка, на которую я бы с удовольствием сделал обзор. Ford Bronco. Такой тоже хит-продаж на самом деле. Я очень много их встречаю на дорогах. На них очень много ездят американцев. Тачка действительно классная. Высокая, брутальная. При этом достаточно комфортная внутри. И я тоже надеюсь когда-нибудь ее взять в аренду и поснимать. Классно, что они еще все безрамочные двери. То есть здесь вот просто стекло опускаешь. И вот такая дверка. Прикольно в нем сидеть. Такое чувство свободы. Потому что он весь открытый. И ты в нем такой прямо хочется отправиться на какое-нибудь бездорожье. И где-то там погоняться на этом Bronco. У него здесь такая хардкорная коробка передач. Здесь такая раздатка тоже хардкорная. Все заточено на такую грубость и брутальность. Были большие секции у американских и японских производителей. Типа Toyota, Subaru, Chevrolet, GMC, Ford и так далее. А при этом немецкие производители как-то сознательно проигнорировали эту выставку. И было только две электрических BMW. Один электрический Mercedes и одна электрическая Audi. При этом вокруг этих четырех машин всегда был такой ажиотаж. То есть людям было интересно. Но почему-то немецкие производители не очень заинтересованы в городе Шарлотт. А вот BMW i5 за 85 тысяч долларов. Глядит неплохо, мне нравится. Сказали, что если я хочу ее посмотреть, то через 15 минут можно будет сесть, потому что сейчас она заряжается, потому что все ее уже разрядили. Но мне нравится ее стайлинг. Мне кажется, вполне себе придерживается таких классических каких-то рамок. При этом он такой все равно немножко футуристичный, потому что это i5. А вот i7 за 125 тысяч долларов. Тоже вокруг нее много людей. Популярная тачка. 125 косарей за эту электрическую бэху. Мне i5 почему-то больше понравилась, как выглядит внешне, чем i7. Мне просто не очень нравятся вот эти передние фары у i7. Какие-то они слишком тонкие. И вот сравните с i5, какие у нее фары. Такие более классические, более привычные для BMW. Ну и мне кажется, большинство людей выберут именно такие фары. Что-то у BMW при всей их крутости какие-то проблемы с машинами. Они их все время то открывают, то закрывают. Почему-то они у них все время разряжаются, они их все время ставят на зарядки. И это вот реально только у BMW такая проблема. Во все другие машины можешь сесть себе спокойно и посидеть в них что-нибудь, попробовать, потыкать. Я хотел i7 посмотреть, ее взяли и закрыли. И теперь ее можно только посмотреть через окно. Но через окно она не так интересно выглядит, потому что у нее не горят всякие экранчики. Потому что здесь вот тоже есть такая подсветка сбоку. И вообще она очень классно выглядит, когда включена. И еще у нее есть экран такой большой. Можно его тоже включать, смотреть. Но сейчас его выключили, потому что тачка разрядилась. Этот электрический Mercedes, конечно, выглядит вообще прикольно. Стоил бы он еще чуть подешевле. Стоит он 85 тысяч долларов. Но при этом, когда ты внутрь садишься, то понятно, что ты оказываешься просто в роскоши и комфорте. Что сзади, что впереди. Не оценивают, видимо, они наш рынок как какой-то ключевой для себя. Поэтому машинок только две. Ну, они такие. В целом-то интересные. Но почему их только две? Audi Q4. Интересно, здесь такая панелька. Тоже как островок. В целом салон выглядит приятно. А некоторые люксовые бренды, типа Porsche, Maserati, Aston Martin, были вообще закрыты. То есть ты можешь просто подойти, как бы посмотреть ее, но внутрь попасть не можешь никак. А в Ferrari была вообще ленточка ограждена, что ты даже ее и потрогать как бы вблизи не можешь. То есть, знаете, люксовые бренды, они типа такие. Ну, у посетителей этой выставки наверняка денег все равно нет на такие машины. Поэтому мы просто подгоним, как бы просто для галочки. А уж внутрь вы хрен залезете, потому что вы все равно все бедные. Так как это такое околосемейное мероприятие, то там было достаточно много развлекухи для детей. Какие-то куклы-аниматоры, стенды интерактивные, радиоуправляемые машинки, симуляторы и так далее. А еще там подогнали рабочую и военную технику. И вот тут уже я и сам с удовольствием посидел в полицейской машине и в пожарной машине. Каково это быть задержанным в американской полицейской тачке? Давайте покажу вам на примере Dodge Charger. Прозрачная перегородка между пассажирами, металлическая перегородка между полицейским и его задержанным с прозрачным окном наверху. Очень мало места для ног и настоящая решетка на боковом окне. При этом у тебя будет кожаное сидение и на нем даже удобно сидеть, но, конечно же, никому не рекомендую оказаться на этом хоть и удобном, но все же сидении для задержанного. Такой няшный розовый пожарный грузовичок. Классная тачка. Широкая, высокая. Фонарь. Чтобы можно было светить им куда-нибудь, пока едешь. В своем прошлом видео про Hyundai Lantra я заработал свои первые денежки на ютюбе. Мой друг здесь, в Шарлотте, Ваня, нажал кнопочку «Спасибо» и отправил мне вместе со своим комментарием еще 5 долларов. Поэтому, Ваня, спасибо тебе большое за поддержку. Ну и вообще я хотел сказать большое спасибо всем, кто постоянно пишет мне в комментарии. Я очень ценю вашу поддержку, ваши комментарии, ваши советы. И вместе мы делаем этот канал лучше. Зал там был просто огромный. Я провел на этой тусовке 5 часов и посидел даже не в каждой второй машине. Помните, я как-то ходил на Сленденаф, фестиваль заниженных машин. И рассказывал, что когда посмотришь несколько десятков машин, то тебе уже становится совершенно пофигу. И вот здесь было со мной так же. Я первые машины прям смотрел тщательно-тщательно-тщательно, да. А под конец уже смотрел так, что ну, эта машина мне не очень интересна, это не очень интересна. Какая-то более-менее интересная машина, я начинал ее снимать. Поэтому расположение бренда в этом зале было очень важно. Бренды, которые были на самом входе, они получили самое большое внимание, потому что люди еще не устали, да. И они пришли такие, и им еще все интересно. И вот самый первый бренд, который был на входе, это была, конечно же, божественная Тойота. У нее был очень большой стенд с какими-то там ведущими, интерактивом. Они раздавали там какую-то сувенирку. А рядом был еще большой стенд Форда. И вот два больших бренда, Тойота и Форд, кажется, что они больше всего вложились в это мероприятие. Новая Тойота Приус, тачка, которая мне понравилась даже просто в интернете, а уж когда я ее увидел лично, то она меня совершенно очаровала. Вы же помните, как выглядели старые Приусы? Мне всегда их дизайн казался каким-то немножко нелепым. Но новый дизайн Приуса, это просто мое почтение. Теперь это такой настоящий футуристический космолет с таким хитрым прищуром впереди. И мне кажется, ощущения отъезды на этом Приусе будут совершенно другие. Не будет ощущения, что ты едешь на каком-то там стареньком жалком гибриде. Внутри Приуса такое же космическое продолжение дизайна, есть экран мультимедиа и такой небольшой второй экран для водителя. Он достаточно далеко от водителей, выполняет по сути роль проекции на лобовое стекло. Только вместо технологии проекции на стекло у вас просто такой небольшой цифровой экранчик. Супра, здесь почему-то такая тачка, возле которой все фоткаются. Хотя казалось бы, да, японская машина, но очень горячо любима американцами. Тойота Секвоя, монстр от Тойоты, трехрядный семейный внедорожник. Очень большая машина, очень красивая. Ну, конечно же, в этой Секвои внутри места очень дофига. Сидеть высоко, сидеть классно, как и во многих здесь машинах, которые на этом салоне представлены. Массивная вот эта вот центральная консоль, прям широкая, то есть тебе до пассажира не дотянуться. Кто еще не подписан на этот канал, обязательно сделайте это. Раз в неделю у меня здесь выходят обзоры на классные тачки, которые дарят действительно настоящие эмоции. И еще я хожу на всякие автомобильные и околоавтомобильные движухи и делаю для вас отчеты. Поэтому, чтобы не пропустить новые выпуски, обязательно подпишитесь. Пикап GMC Sierra в комплектации Denali. Пикап здорового человека. Это такой пикап, который создан для наслаждения. Даже сложно представить его где-то на стройке или сложно представить, что кто-то нагрузит в него камни, доски или еще что-то большое и грязное. Этот пикап создан для красивой езды, для долгих и удобных путешествий, а еще он создан, чтобы привлекать взгляды. Брутальный внешний вид, потрясающе шикарный салон и, естественно, с кожей и цифровыми экранами. Но фича, которая поразила меня больше всего, это встроенные динамики в крышке твоей грузовой платформы. Ты можешь разложить эту дверку в виде скамейки, которая тебе еще послужит ступеньками. Включить музыку, присесть на эти ступеньки и сидеть где-то на природе с абсолютным кайфом. Ну и, конечно же, за всю эту красоту и комфорт нужно заплатить. Такая GMC Sierra в комплектации Denali стоит 83 тысячи долларов. Посмотрите, какой совершенно бешеный Defender от Land Rover. Прям такой классный двухдверный. Очень клевая машина. На такое, если честно, прямо сразу хочется отправиться в какое-то путешествие, бездорожье. Сижу внутри этого Defender и только что дама садилась на задний ряд и сказала, что ей вполне себе нормально там место. Поэтому места в этой тачке достаточно. Ну и классно она выглядит. Так брутально, очень просто. Здесь весь такой пластик прорезиненный, то есть он прям недешевый. И здесь вот такая строчка. То есть он шикарный, при этом он сделан так, чтобы он особо не испортился, не испачкался, не измарался, не ободрался, пока ты где-то на бездорожье на нем катаешься. 67 тысяч долларов и этот Defender твой. Ну и есть, конечно, более прокачанные Defender. Такой стоит 115 тысяч долларов. Он весь уже подготовлен к бездорожью. Очень классный, массивный, капец большой. Эх, где бы найти 115 тысяч долларов на такую тачку? Вот, между прочим, Айоник 6 пользуется большой популярностью. Вот за него много людей. Но тачка реально круто выглядит. Мне очень нравится. Айоник 5. Тачка, которая ко мне еще пока что на обзор не попадала. Но надеюсь, что попадется в какое-то ближайшее время. Но в целом она у нас есть в прокате. Так что можно будет ее взять. Похоже на Айоник 6. Ну, собственно говоря, она и была родителем 6-го Айоника. Polisade выглядит классно. Мне нравится. Я так все еще на него не сделал обзор. Но тачка очень прикольная. Конкурент. Ну, или брат Kia Telluride, на который я делал уже обзор. Прикольная машина. Надо будет на ней покататься. И вот еще одна офигенная тачка Santa Cruz. Я, на самом деле, когда покупал Ford Maverick, думал между Maverick и Santa Cruz. Но Santa Cruz что-то вообще не продавались. А Maverick и были. И это же такие прям ближайшие конкуренты. Два маленьких пикапа. Я общался с владельцами Santa Cruz. Как-то на мойке встретил. И чувак говорил, что очень доволен. Причем он говорил, что он хотел тоже Maverick купить, но не смог найти Maverick. Смог найти Santa Cruz. И купил Santa Cruz. Это такой новый возрождающийся класс небольших пикапов. И вот я прямо в прошлом видео про Elantra говорил, что есть новый фейслифтинг этой Elantra. И вот он, пожалуйста, здесь представлен. Выглядит вообще прикольно. А это, смотрите, та самая спортивная версия Elantra. Elantra N. Помните, я говорил, что она с таким антикрылом. Она мощная. У нее намного больше мощности. И выглядит она классно. У нее такая классная красная строчка внизу идет. И морда, кстати, у нее еще старая. То есть Elantra N не существует в новом стайлинге. Она представлена здесь в старом еще виде. Вот так она выглядит. Мне кажется, выглядит кайфово. Еще видите, у спортивной версии здесь есть всякие кнопочки, переключения. То есть она прям выглядит по-другому. Руль у нее совершенно другой. Ну и панелька тоже вся цифровая. То есть это прям такая люксовая Elantra. В каждом своем выпуске я призываю вас подписаться на свой телеграм-канал. Но что-то вы никто не подписываетесь. Может быть, вы все уже устали от телеграм-каналов? Я даже не знаю. Напишите в комментариях, что вы думаете вообще по этому поводу. А вообще у меня в телеграм-канале уникальный контент. Он отличается от того, что я здесь выкладываю на YouTube. Поэтому зайдите, посмотрите. Если вам понравится, то подпишитесь. Очень понравилась электричка Cadillac Lyric. У нее такой немного футуристичный вид. При этом читается фирменный стиль Cadillac. Офигенный дизайн оптики и даже световое приветственное шоу. Интересное открывание двери по нажатию. Люксовый салон. Амбиентная подсветка. И парящая консоль между водителем и пассажиром. Два цифровых экрана. И даже подсветка внутри руля. Цена за такой Cadillac Lyric 59 тысяч долларов. Смотрите, здесь покажены всякие служебные тачки, на которых ездят рабочие в Шарлотте. И вот у кого-то служебная машина. Электрический Ford F-150. Машина, на которой я мечтаю хотя бы просто покататься. Кто-то на ней работает каждый день. Для кого-то это обычные серые электрические будни. Посмотрите, здесь еще в багажнике в переднем. Сколько розеток можно всякие штуки запитывать, когда ты работаешь. Конечно, машина вообще продумана. Не хочешь работать на Ford 150 электрическом? Вот, пожалуйста, можешь работать на электрическом Mustang Mach-E. Ну или вот, пожалуйста, пожарный Ford Mustang Mach-E. В пожарный я точно готов пойти. Классная тачка, классная работа, классные деньги. Жаль, конечно, что на этом мероприятии не было каких-то прям совсем-совсем новинок 2050 или там 2030 года. Видимо, за такими тачками нужно ехать в Нью-Йорк. Что на самом деле не так уж далеко от Шарлотта. Всего лишь 10 часов на машине. Так что теперь я хочу сгонять в Нью-Йорк на такое мероприятие и снять для вас отчет. В любом случае, я был рад посмотреть на все эти новинки под одной крышей. Я был рад зарядиться нашим уже ближайшим будущим. И со светлой головой пошел себе спокойно домой шагать в наше светлое, я надеюсь, будущее. А вы напишите в комментариях, какая машина с этого мероприятия вам понравилась больше всего. Меня впечатлил Ford F-150 Lightning. А вы были на канале Мотороллер. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Спасибо за ваши комментарии, за ваши лайки, за вашу поддержку, за ваши подписки. И мы увидимся с вами через неделю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok